Если уходило 2-3 суток, то в установленное новым регламентом время 3 часа уже укладывается 98% судов. Мы провели мониторинг 3 декады мая, из 612 судов в 3-х часовую сроку уложилось 604 судов. Кроме того, Госком рыболов судно поручено внести на текущей неделе правительство проект стратегии развития до 2020 года. Рыбохозяйственного комплекса страны. Учитывая большой объем работы, заседание комиссии буду проводить ежемесячно. Завтра планирую посетить Чувашию, рассмотрим ход выполнения программы развития молочного животноводства. Особое внимание уделим вопросам сельскохозяйственной кооперации, кооперативной торговли продуктами питания. На примере Чувашии проанализируем, какие меры органов власти всех уровней, руководителям на местах необходимо предпринять для развития и повышения эффективности государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Развитие всех форм хозяйственных населения, коллективных, фермерских и личных подсобных. Особое внимание планирую уделить в создании сельскохозяйственных кооперативных рынков, как важнейшему механизму формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе. По итогам совещания в Чувашии планирую провести селекторное совещание с регионами по всем этим вопросам. Вот Виктор Алексеевич заговорил о сельском хозяйстве. Заканчиваются весенние полевые работы. Так вы оцениваете результаты и уже на юге начинается уборка. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Можно сегодня практически доложить, что сев зеровых культур завершен в целом стране. Как и прогнозировалось, общая площадь посевов составляет 49 миллионов гектар. Из них зерновых 31 миллион гектар. Если посмотреть с учетом сохранности озимых культур, то площадь под зерновыми будет на полтора миллиона гектар больше, чем в прошлом году. Поэтому достаточно уверенно, можно сказать, сбор зерна составит не менее 85 миллионов тонн, как мы уже вам докладывали. И важно здесь как раз отметить такую культуру, как пшеницу. Будет, на наш взгляд, более 50 миллионов тонн. Это на 10% в прошлом году. И это обеспечит все наши цели и, прежде всего, потребности на хлебобулочные изделия. И сейчас мы видим тренд довольно такого существенного сокращения цен на зерновые культуры на внутреннем рынке страны с учетом ожидания хорошего урожая. И довольно изменилась и структура с учетом того, что интенсивно развивается животноводство, свиноводство в первую очередь, птицеводство. Похоже, в молочном животноводстве Виктор Алексеевич дал поручение подготовить специальную ведомственную целевую программу. Нужно здесь выйти на более высокие темпы. И сельхозтоваропроизводители увеличили площади под высокоэнергетическими культурами. Соя, рапс, пробовые травы. Здесь на 25% произошло увеличение посевов. Сегодня можно, Владимир Владимирович, уже начинать докладывать о ходе подготовки к уборке. Буквально через 10 дней первые обмолоты дировых культур и шминя пройдут на Кубану. В середине, где-то июня, начнутся обмолоты пшеницей озимой. И наш межведомственный штаб, который создан по решению правительства в начале года, по проведению сезонных полевых работ, уже переходит от режима контроля организации завесения полевыми работами, по организации уборочных работ в стране. И это займет 3 месяца интенсивной работы всех уровней власти. Ну и отдельный вопрос, Владимир Владимирович, я хотел доложить. Более года назад вы давали поручение поддержать инициативу студентов аграрных вузов в возрождении студентских отрядов и их участие в реализации приоритетного национального проекта. На прошлой неделе в министерстве состоялся сбор всех командиров, сводных отрядов, аграрных вузов. Более 50 тысяч студентов участвуют. Вот в этом движении национального инициатива идет снизу. 900 с лишним отрядом действует. Выезжают на третий трудовой семестр. Запланировано освоить работ на 15 миллиардов рублей. И фонд заработной платы примерно будет 400 миллионов рублей. Мы посчитали. В общем-то, неплохая поддержка бюджета каждому студенту. Я бы еще раз хотел сказать, что поддержанная инициатива руководством страны, она очень активно развивается. И именно, в первую очередь, инициативно со стороны студенчества. Спасибо. Хорошо. Сколько Вы мне сказали, что это будет работать? 50 тысяч человек студентов. Это имеется в виду только аграрные вузы. И вузы родоверства. Мы там вместе с ними это осуществляем. Более 60 вузов страны. М-м-м.